Приветствую вас, уважаемый клиент, уважаемые посетители, посетители сайта. Я отвечу вам на ваше первое сообщение, которое вы написали. Я не буду читать три страницы форума, потому что это долго и, на мой взгляд, не соответствует, как бы, затраченному времени. Вы пишите, как выявить инфантильного мужчину. Вы пишите, меня интересуют различные мнения мужчин, женщин, профессионалов и обывателей. Довольно обширный запрос, потому что, в общем-то, все люди, обыватели, по-своему понимают инфантильность, а в психологии есть своя определенная инфантильность, и оно, как бы, статичное. Существует ли степень инфантильности? Да, конечно. Конечно существует степень инфантильности, безусловно. Или это понятие абсолютное? Нет, нет. Абсолютного в мире практически ничего нет. Поэтому это не абсолютное понятие. Степень инфантильности зависит, если выражаться одним из профессиональных языков, степень инфантильности зависит от уровня контоминации детским эго-состоянием личности человека. То есть, насколько детское эго, детская часть эго захватила все оставшееся, да? Насколько детское эго подчинило взрослую составляющую, родительскую составляющую человека. Насколько сын? В так же степени очень много. Кто-то жил с инфантильным мужчиной или, может быть, сам является таковым? Ну, наверное, я в некоторой степени являюсь инфантильным мужчиной, потому что одним из моих интересов являются видеоигры и комиксы. Ну, всякие супер-супергеройские истории. В этом случае я инфантилен. Я инфантилен в том, что бываю нетерпелив, когда чего-то хочу. С точки зрения, опять же, психологии, это вот психологическая незрелость. Если вы об этом. Мне иногда кажется, что я путаю инфантильность и мягкость, уступчивость своего мужчины. Понимаете, мягкость и уступчивость это то, что происходит сознательно. Мягкость и уступчивость это то, что происходит в процессе и посредством выбора. А инфантильность это то, что происходит в результате желания. Мягкость и уступчивость это не инфантильность. Мягкость и уступчивость это скорее либо пофигизм, либо индифферентность, либо неуверенность в себе, либо вот такое что-то. То есть это следствие уже взрослого формирования человека. Мягкость и уступчивость это характер, это черта характера. А инфантильность это уже характеристика личности в целом. Понимаете? Вот. Если человек мягкий, он не инфантильный. И если человек уступчивый, он не инфантильный. Понимаете? Наоборот. Наоборот. Такой человек, если он проявляет мягкость и уступчивость сознательно, он вызывает уважение, симпатию. Но если человек проявляет мягкость и уступчивость, потому что он чего-то хочет взамен, в таком случае это инфантильность. Я думаю так. Вот, в принципе, то, что можно сказать вам. Я не уверен насколько мягкость и уступчивость вы различаете после моего ответа. Я в этом не уверен. Поэтому я, наверное, скажу еще. Мягкость и уступчивость может являться следствием сомнений человека в себе. Следствием страха человека относительно, например, конфликта, относительно, например, там, допустим, ответственности той же. Да? Но страх ответственности – это не инфантилизм. Страх ответственности – это результат опыта. Понимаете? Понимаете? Негативного опыта. Но опыта все-таки. Поэтому мягкость и уступчивость являются следствием инфантильности только в том случае, если они являются средством реализации каких-либо желаний. Инфантильный человек – это тот, кто находится во власти своих желаний, своих потребностей. Вот это инфантильный человек. Поэтому инфантильность и мягкость с уступчивостью можно представить как целое и частное. как глобальное и локальное. Понимаете? Такая вот история. Очень важно, что стоит за уступчивостью, мягкостью и желанием помогать. Ну, например, если человек уступает во всем, помогает во всем, да? Но при этом хочет, чтобы его защищали. При этом не хочет принимать никаких решений. При этом может там активно что-то требовать и в качестве аргумента использовать «я же тебе помогал» фразы или «я же там делал что-то для тебя». То это инфантилизм. Это проявление инфантилизма, к сожалению. Но если человек это делает просто, потому что он так считает нужным, то это не инфантилизм. Я надеюсь, что мой ответ поможет вам несколько лучше разобраться в том, что вас интересует. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.